Добрый день, друзья! Некоторые книги пишутся в порядке морального долга. И вот такой долг у меня, я надеюсь, и не только у меня, есть. Перед недавним прошлым, которое надо знать и понимать, для того, чтобы понимать современность. А именно речь идет о партии и фракции Родина, которые образовались в 2004 году. И в 2024 году, в 20-летие своеобразный юбилей, наверное, единственный, который будет вообще отмечен. И отмечен только разве что с моей помощью. Потому что все, кто были в партии Родина, во фракции Родина в Государственной Думе, либо предали и ушли по другую сторону баррикад, либо уже умерли, либо постарались забыть, чтобы не печалиться о том, что не состоялось. Я ничего не забываю. Наоборот, стараюсь сохранить в памяти собственной и в памяти народной то, что было, чтобы не повторять прежних ошибок. И напомнить, что фракция Родина была, наверное, самым выдающимся прорывом русской национальной идеологии и русских политиков в органы власти. Это единственный случай. Это был последний шанс. Последний шанс. Я в этом абсолютно уверен. Другого шанса нам не предоставится в рамках этой системы. Это был последний шанс продвижения к какому-то более рассудочному формированию государства, государственной политики, социальной политики. Другого шанса не будет в этой системе, потому что видно, что уже никаких сил нет. Репрессивные органы сломали все возможности деятельности русских политиков, русских национальных организаций. Фальсифицированные организации будут появляться, несомненно. Сейчас вот бум создания монархических организаций. Все, которые вы заметите, если они появятся на телевидении, это фальшивки. Стопроцентные фальшивки. Потому что спецслужбы давно уже действуют из принципа «Ни одна инициатива не должна быть ими пропущена». Она должна быть фальсифицирована или куплена на корню, или создана параллельная структура, которая должна забить любую общественно-политическую инициативу, которая исходит от людей. Ну, собственно, фальсификация государственности в Российской Федерации совершенно очевидна. Это уже давным-давно не государство, а геноцидный политический режим, который истребляет русский народ. Интенсивнее, наверное, бывает только во время какой-то большой эпидемии или большой войны. Пока война маленькая, эпидемия маленькая, но жертвы уже стотысячные. Многие сотни тысяч уже истреблены прямым способом. А косвенным, путем снижения рождаемости, путем снижения социального статуса русских людей, недопущения их до власти, до материальных благ. Все это мы видим своими глазами. И вот единственный шанс, который, можно сказать, был упущен народом, прямо скажем, не кем-то другим, а народ не заметил своего последнего шанса. Ну, значит, следующий шанс возникнет в какие-то другие эпохи. А пока вот книга, которая об этом шансе повествует. Вот, 20-летию возникновения партии и фракции Родина, я выпустил книгу «Вспомним Родину. Что осталось со страной за 20 лет». Она составлена из документальных свидетельств того периода 2004 года и короткой оценки того, что произошло за 20 лет в данном аспекте. Речь идет о том, что происходило в Государственной Думе, какие были политические движения, политические действия в этот период, в 2004 году, и что произошло за 20 лет именно в тех вопросах, которые обсуждались тогда. Например, я не буду все вопросы освещать, хотя и сама книга тоже не освещает все вопросы, а только те, которые коснулись лично меня в 2004 году, к которым я имел отношение, по которым я писал статьи, давал интервью, выступал в Государственной Думе, писал законопроекты. Вот именно этот аспект здесь освещен. Не все, конечно. Для того, чтобы осветить все аспекты, наверное, надо было бы написать книгу в несколько раз толще, но смысла в этом нет. Есть ключевые моменты. Ключевой момент – это современная война. Она была заложена тогда, в 2004 году, в результате, во-первых, грубого вмешательства во внутренние дела Украины, которая нами-то русскими националистами не признавалась за государство, а Путиным и его окружением считалась суверенным государством, но в которое можно вмешиваться и в котором можно пытаться фабриковать власть под себя, то есть тоже олигархическую, ну, союзную олигархии кремлевской, враждебной как украинцам, так и великороссам, то есть русским, всем русским, но зато между собой создавая такой альянс. Это тогда у них не получилось, но все действия, которые были в отношении Украины тогда, они закладывали основы войны. Они не были направлены на сближение, на понимание между народами прежде всего, а наоборот, и в дальнейшем это развернулось просто в целую пропагандистскую кампанию, натравливание одного народа на другой. Никакие позитивные инициативы в этом направлении не принимались. Поддержки русских организаций, русских политиков на Украине никогда не было, ни в тот период, ни в последующие 20 лет. Именно поэтому Украина формировалась как враг Российской Федерации, и это формирование шло со стороны путинской олигархии. Второй аспект, связанный с демографией. Тогда эти вопросы многократно поднимались, в том числе и мной, и в целом фракции Родина. За эти 20 лет были всякие инициативы с материнским капиталом. Все это тогда началось. Привели ли эти инициативы Кремля, которые абсолютно игнорировали все, что предлагали мы, к каким-то позитивным результатам? Не в малейшей степени. Мы предлагали комплексную программу, она была опубликована, правда, не в 2004, а в 2005 году. Тем не менее, никакого внимания, никакого обсуждения, никаких встреч на эту тему, ничего не было. Полный игнор, выключение из информационного пространства. Лишь бы не было никаких ассоциаций с Родиной. Антиродинская позиция Кремля в тот период сложилась буквально в течение двух-трех месяцев. И было понятно, почему. Потому что интернационал инородцев, который действовал и тогда и продолжает действовать сегодня в администрации президента, делает все для того, чтобы ни одна русская организация не получала никаких политических дивидендов. И вообще лучше бы они не существовали. На сегодняшний момент, в течение 20 лет, они все разгромлены. Поэтому, когда нам говорят, что это власть за народ, лгут просто беспардонно. Третий аспект, который затронул, это аспект миграционной политики. Он тоже закладывался тогда же. Мы пытались миграционную политику изменить, доказать, что миграционная политика открытых дверей – это не просто ошибка, это преступление. И это преступление развернулось несколько позже. В 2006 году были приняты соответствующие законы, без обсуждений. Просто в Государственная Дума голосованием большинства нарушила конституционные нормы, нарушила закон о статусе депутата и объявила о принятии этих законов без обсуждения, без внесения каких-либо поправок. Эти законы были спущены из Кремля и не обсуждались именно потому, что они были позорны, постыдны, непрофессиональны и предназначены только для того, чтобы открыть в новой форме геноцида двери, впустить в страну десятки миллионов иммигрантов, не знающих русского языка, тем самым поспособствовать их трудоустройству в структуры полезной олигархии, но вредны для русского населения и для коренного населения. В целом, наше предложение, наша критика, все это абсолютно игнорировалось. И то, что вы слышите сейчас по поводу миграционной политики, это просто повторение того, что 20 лет назад было сказано нами. В отношении Украины позиция нынешней власти сохранилась. В отношении демографии как ничего не делается, так и не будет сделано. А во время войны произошел просто крах демографии, крах рождаемости. Об этом никто не говорит, но это так. И комплексные меры, которые предлагали мы, в этой книжке я их касаюсь, не применены и не будут применены в силу геноцидного характера того режима, который продолжает истязать нашу страну. В памяти о родине, о последнем шансе, вот я предлагаю эту книгу. Ее можно приобрести только у меня. Кто захочет ее приобрести, пожалуйста, обращайтесь по этому адресу электронной почты, который я публикую здесь, в кадре, и под видеороликом тоже он будет. Возможно, также вы сможете найти эту книгу на портале Озон. Она там выставляется по моей просьбе издательством «Традиция». Тем не менее, вот как бы аутентичное приобретение у меня. По почте я эту книгу пришлю. Конечно, не безвозмездно. И снова должен сказать, что книги нынче дороги, особенно те, которые выпускаются малыми тиражами. А сейчас больших тиражей практически нет. Книга издательства умирает. Но вы-то не умираете, читатели. Если вы будете существовать, будут существовать и писатели. Но если вымрут писатели, то вам будут предлагать только макулатуру, и вы просто перестанете читать. И наша цивилизация станет бесписьменной. Будут показывать только одни видеоролики. Вы их будете смотреть и пытаться образовываться. Но настоящие знания, длинные мысли, длинные рассуждения, размышления содержатся только в книгах. Ни один видеоролик не может создать вот этого интеллектуального потенциала, который, по сути дела, обеспечивает нынешнее существование, нынешней цивилизации. И если закончится этот потенциал, цивилизационный потенциал и этот интеллектуальный потенциал, то, как говорится, медным тазом накроется и вся цивилизация. И через столетия, после темных веков, может быть, возникнет какая-то другая, которая будет немножко вспоминать о нынешней, но тоже только по книгам, а не по видеороликам. И я вообще предлагаю меньше смотреть видеоролики, а больше читать книги. Видеоролики – это пустое времяпрепровождение. Вот я с помощью популярного ныне видеоформата пытаюсь склонить вас к чтению литературы – политической, философской, психологической, той, которая создает ваш интеллект. И я надеюсь, что ваше знание, ваше понимание современной политики увеличится, углубится с помощью вот этой книги «Вспомним Родину, что стало со страной за 20 лет». Слава Руси! Господи, спаси!